Друзья, привет, наконец-то открылась Икея. Пойдем новинки смотреть? Да. Да, сначала сегодня будут новинки. У вас масочка женщина слетает? Не по правилам, да? Не по правилам. Дышать-то можно? Кстати, пускает без перчаток. Пойдем смотреть. А что-то так все коротко. А что мне нужно сказать? Обычные небольшие приветствия, рассказ о чем-нибудь. Ой, а в чем рассказ? Доехали хорошо, по Икеи соскучились, народу нету. Сегодня 11 июня. Идем смотреть все новинки? Ну все, теперь нормально. Так, в диванах появилось несколько новинок. Значит, Огимарпа, который мы в прошлом году разносили в пух и прах появился новый цвет. Обивка стала еще более такая неприятная, потому что, по крайней мере, вот, Дима, покажу в сравнении с серой. У серого... А, это бриссунт. Нет. И, кстати, иди сюда. Вот прям отличное сравнение, как выглядит ткань Шефтэбу, если, например, брать точно такой же фрихитон. И как выглядит вот эта ткань. Ну не знаю, ребят. Эксплуатация, конечно, покажет. Кстати, по просадке. Поплотнее столпина полиуретан, по крайней мере, у этой модели. Доски я не чувствую. Но у фрихтона упругость лучше. То есть, ты не так сильно проваливаешься в глубину. Про эту модель мы рассказывали. Обзор отдельно есть. Можно посмотреть полный обзор со всеми внутряхами. Появился просто новый цвет. Ценник также 20. Подушка. Точнее, чехол на подушку. 299 рублей. Grim Hilt. 50 на 50. Чем понравилось? Неплохой по плотности хлопок. Не особо будет, я думаю, к нему цепляться всякий мусор. Не просвечивает. Руку мою не видно. Только очертания. Такой комфортный. Знаете, как плотный хлопок, который в постельном белье используется. Но спать на нем... Потому что многие, кстати, берут такие подушки спать. Нет. Все-таки колючий. Колючий. Так, ребят, мы все еще в отделе диванов. Появились много новинок, про которые мы вам должны рассказать. Кстати, я думаю, мы снимем отдельный обзор. Так, диван, вилла, стул. Диван-кровать с козеткой. Цена 50 тысяч. Давайте смотреть, за что денег просят. Дим. Общий ракурс – это отличный, но нам бы фактуры показать. Такое хорошее, да? Полотное, как я глюблю чтобы обивка была со всех сторон. Давай посмотрим пену. Вот она разница дешевых диванов с дорогими-то, да? Хороший пенополиуретан, полноценный. Мягенько, но жопка не проваливается. Подлокотник тоже мягкий. Особенно, да, когда подростки дома и прочие гости вполне, то есть подлокотник может выдержать в плане посидеть. Нет. Крепненько стоит на ножку. Не свезешь. Раскрывать будем? Или лучше мы отдельно обзор снимем? Это будет в обзоре. Будет отдельный обзор. Короче, ребят, диван неплохой. Мне понравилась ткань Дим. Она плотная, но при этом мягкая по ощущениям. То есть я с голыми ногами, совершенно спокойная. Могу сесть. Газовая. Нет, не газовая, пружинка. Но пружинка хорошо идет. Звук нету. Ты что-нибудь слышишь? В общем, мне диван нравится. Пойдем другие смотреть. Два новых дивана. Гру Нарп и Гримхольд. Ребят, как бы сейчас просто упоминаем, а более детально будет отдельный обзор, потому что нужно вскрывать, разбирать. И в обзоры новинки это уже уйдет далеко. Так, значит, Гримхольд. По обивке что у нас? Там темновато, наверное. Вот такая ткань. Цене, кстати, 30 тысяч. А чехол, друзья мои, несъемный. Фиговастенько, потому что если что-то испачкали, придется тащить это дело в химчистку. Сами его уже привести в порядок не сможете. Прикольно то, что широкое, такое глубокое место, посадочное. Ну, по ощущениям, кстати, ой. Я проваливаюсь, как в ямку. Я чувствую это. Деревяшку попой. Получается, пенополиуретан не сильно держит плотность. Вот здесь с краев плотненький. Как так? Два вида. И колючий. Вот на предыдущем. Ну, понятно, там запалтинику, ботни, дура. Запалтинику надевайте посидеть. Здесь колется. То есть прям голым ногам не сильно приятно. Так, сейчас посмотрим, оценим подлокотники. Дим, видно? Ребят, подлокотники уже не для сидений попы. Они прям вот... Ой, они шатаются, короче. Поэтому имейте в виду, если дома есть любители посидеть, вот таким образом не вариант. Как раскладывается, будем отдельно смотреть, потом будет на канале. Так, грунарп. Высоко задрали. Никак не сравнить. По характеристикам ткань такая же. Но почему-то меньше колется. Интересный подлокотник. Вообще, в принципе, диван для гостиной вполне стильный, да, Дим? Интересный. Интересная форма. Единственное, что по цвету, ну, насколько это впишется. Вот этот уж слишком мрачный. Потому что вот это вот за тридцатку, ну, не знаю, как-то это... Непонятен мне до конца вот этот диван. Здесь очень классные ножки. Ценник 35, кстати, как у Аскесты. Так, ножка из березы. Шиш вам вместо бука. Обычное фанерное донышко. Ну, соответственно, разложить мы ничего не сможем. Можем только пооблизываться, показать. Из интересного подлокотники, из интересного ножки. Если кто-то уже взял, рассказывайте, как он. Дим, ничего не могу увидеть. Пойдем. Ну, что мы сделали? Он наверху. А? Он наверху. Он наверху, куда мы... А, мы можем, знаю, вот только показать. Не смогу. Не сможешь с этой камерой, да? Не подлезем. Ребят, пока, наверное, все-таки, да, магазин был закрыт. Очень много товаров появилось, которые продавались уже в ассортименте, но не были представлены. Вот несколько из них сейчас параллельно покажем. То есть, это такая условная новинка. Дим. Лала Рёд. Журнальный столик. 4 тысячи стоит. Размер 51 на 51. Металлик. Ну, гремучий, звенючий прям. Соседи вешаетесь. Может быть, поэтому не показывали особо? А где он гремучий? Вроде пластиковые ролики. Кстати, следы остаются. Смотри, иди сюда. И твои ногти стирают об железо. Да? Ну вот. Печаль. Пойдем еще два покажем. Два столика ОмТексам. Разница в размере, ну и, соответственно, в цене. Тринадцать тысяч. Антрацит береза. Сто пятнадцать на шестьдесят. Плище. Так. Матовая поверхность. Толешница. Комфортно для глаз. Так как не бликует. Понял? За это тринадцать тысяч рублей. Давай смотреть, за что просят денег. Значит, Олешница. Ламинат. Березовый шпон. Массив березы. ДСП. Фанера из березы. Ножки. Массив березы. Ну, не знаю. За березой, я считаю, дорого. Хотя бы бук. Ой, а тяжелый. Нормально. Так фанеру-то с березой наложили. По дизайну столик интересный. То есть это прям полноценный журнальный стол, который будет по уровню примерно как диван. Не низкий, да? Обычно привычные икеевские низкие стольки, а именно такая полноценка по высоте. Высота шестьдесят сантиметров. Это у маленького большой чуть поменьше. И вот такой малыш. Десять тысяч стоит уже. Пятьдесят пять на пятьдесят пять. То есть это размер стола лак, чтобы у вас было понимание, как это дело все свизуализировать. Интересен вот этот вот выпил. Я как понимаю, это не выпил, это выклеивается, да, наверное? Или из массива все-таки это выпиливается? Ну что это выпиливается? Вот это. Выпиливается? Выпиливается? Да. Ну за что, это же над денег-то, да? Да. Оценить пока не можем, потому что нужно понимание, как это будет эксплуатироваться. Пойдем, у поинга появилась подушка новая. Ребят, появился новый поинг, новая обивка и новый каркас. Значит, каркас дубовый шпон. Ценник, кстати, точно такой же, как у всех поингов. Все то же самое. Обзор по поингам можно найти на канале. И понравилась мне сама подушка. Точно такая же есть и у... Дима, иди сюда. У нового дивана, который мы сейчас вам перед этим показывали, который стоит полтеней. Точно такая же ткань. То есть это будет сочетаться в пару, если их поставить. Значит, по ощущениям. Тканёшка мягкая. Ну, сам пенополиуретан остался тоже. Это поинг, ничего не меняете, меняется именно обивка. Значит, по деньгам... Да, в принципе, ребята, как и все по... Нет, все-таки подороже. Поинг сейчас можно от 7 тысяч купить. Этот выходит 9. Потому что подушка стоит 4 999. 5 тысяч подушка стоит. Так, еще один цвет новый из этой же серии. Хиле только бежевый. А если исходить из обычной логики Икеи, то, скорее всего, появится и диван в такой обивке. Так что уже в темно-сером появился. Вот этот цвет интересный. Да все они тут одинаковые. Если только не рассмотреть ткань поближе. Ну да, если ткань только совсем близко не рассматривать. Ну и хоть какой-то же выбор должен у нас быть. Идите, Дмитрий Юрьевич, идите, снимайте. Ты, кстати, вечно на нас в кресле застреваешь. И меня куда-то посылаешь. И меня куда-то посылаешь. Короче, ребят, Икея сшила кресла для фанатов просмотра телевизора. Вот такие вот хвостики. Съемные, кстати, тоже классно. Два кармашка. Ну, опять же, да, я считаю, что это плюс, потому что... Я еще пока не показываю ценник, чтобы вы не пугались. Это плюс, потому что кресло чаще всего затираются именно под локотники. Одинаковые точно чехольчики с двух сторон с двумя кармашками. Почему я тут посидела, закайфовала? Мне понравилась вот эта вот подушка. По комфортности он сравним с странмоном. Ну, пойду сяду. Мне в странмоне удобней. Ну, вот. Ну, хотя, нет, там, понимаешь, кайф за счет того, что у тебя вот этот подголовник. По мягкости, да, по комфортности лучше в том кресле. Ну, вот. Сейчас, сейчас сформулирую мысль. Мне бы рядом посидеть туда-сюда. Короче, вот у того кресла, оно стоит 24 999. Удобно, что вот эта вот подушечка. Кстати, такую подушечку можно вполне смотреть на любое кресло. Да? Пойдем дальше. Что кресло спать? Значит, стоим мы 25. Обивка точно такая же, ребят, как у дивана, который предыдущий смотрели. Сори, я пока название не запомнила, я их вижу первый раз вместе с вами. Подушка. Съемная, что ли, хоть ты? Да, кстати. Ну, за 25-то уж молодцы, хоть наклепки присобачили, да? Уже хорошо. Что если кому не надо, можно полностью это дело убрать. 10 лет гарантии. Гунарет обивка называется, а кресло Омтэнксам. А, вот, как раз, как и стол. Получается, это линейку отдельную выпустили. Каркас, массив дерева, фанера. Какое дерево, не указано. Ножки, кстати, буквы. Ты ножки показал? Ну, понимаешь, у него какой плюс по сравнению со страдмоном? Он занимает меньше места. Страдмон все-таки товарищ массивный. Кстати, вот эта подушечка съемная. В том плане, что если что-то загадили, можно почистить. Ой, ребятушки, извиняйте, что-то я это... Отвык снимать. Снимать? Да, что-то за это... Чего? За это время. Ну, что-то это... Непонятно, что-то я не чувствую картинку. Последнее время мы же снимаем статично, да? Ну да, да, да. То есть поставил статив, и Таня вокруг него ля-ля-ля-ля-ля. Пойдем. Обычно видишь, что снимаешь, а еще стоишь, как дурачок, блин. Молчу в тряпочку, да? Да. Скоро у нас станет традиция. Скоро станет традиция. Маркера. Стоит родимый. Даже за пять никому не нужен. Ребят, заберите. Кто-нибудь. Что он пылится-то? Смотрите, что у Бривнеса появилось. Вот такие вот навесные шкафчики с дверцей. При этом их можно, да, комбинировать, делать такое комби. Стенка под ТВ. Кстати, получается даже подешевле, чем Билли. Ой, Билли. Беста. Значит, два варианта. За глухой дверкой, либо со стеклянной. Разница в 200 рублей. Тот же Бривнес, как обычно, по размерам. 60 на 41. И на 10. Что такое 10? Нет. Да, посмотрел на размер упаковки. 60 на 41 на 35. То есть глубина 35, ширина 60, высота 41. Вот такие. А верхние как открываются у нас? Они одинаково открываются. А кажется, что вот так вот, да? Да. Визуальный такой эффект. Вот они. Соответственно, в деревяшечках, полнкодеревяшечные. Ну, килограмм пять выдержит. Посуду можно хранить. Кстати, как вариант не сильно дорогой стенки под ТВ, но уж лучше, чем то, что в том же кофе продают. Как тебе? И ценник адекватный, да? Да мне вообще облименность теперь немножко иные впечатления после того, как я собирал столы. А давай мы сейчас дойдем до черного стола. Если он там будет, ты про него расскажешь. Хорошо. У Лерберга для столешницы Ленмон появились новые крестовины. Красные. Такой красивый, ярко-синий. И антрацит серый. Ребят, белый продается уже очень давно. В ассортименте раньше был черный. Его вывели временно. То есть вот таких три цвета. В принципе, ничего не меняется. Те же резиновые стопорки. Главное, не потерять при сборке. Иначе будете прыгать. Пойдем теперь к мегастрадальному столу Бринус. И ты расскажешь. А где он? А он там. А, кстати, вот еще новый стульчик. Давай сейчас здесь по новинкам пройдемся, а потом. У Кулаберга появилась новая интерпретация. Вместо черного, ребята, у вас теперь еще есть выбор красного. Покрутите. Тот же Кулаберт. Берут, кстати, не только как рабочие. Он только на подъем или на прокидывание? Посмотрите, пожалуйста. Он только на верх-низ. Угу. Ну, кстати, это для тех, как я, кто вот так вот обычно сидит. Этот стул не позволяет тебе согнуться. То есть ты вот более-менее выпрямшись. Так. Лабергет просили сравнить. Пойдем-ка. Значит, смотрите, Лабергет есть, ну, как считаете, взрослый полноценка, 2600, и есть детский. Я в том плане, что многие клиенты, ой, мне давайте такое, я сэкономлю. Ребят, welcome. Моя попа сюда еле залезла. То есть этого стула хватит на несколько лет. А ты лучше возьми сантиметровую ленту, а то скажешь, что у тебя попец. Огромный, да? Скажешь, твою жопу отрастили. Баршня. Так будет интересно. Ну, конечно, так надежнее будет. Значит, смотрите. По максимально широкой части меряем внутреннюю глубину. Дайте в сидушку. Угу. Ну, 30. Даже я фокус не сработала. Дмитрий Юрьевич у меня сегодня косячит. Угу. 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 Так. Ой. Господи. О, взрослого. Ну, как-то в этой же части меряем. О, 39. Ну, это они эти 9 сантиметров. Разница в 500 рублей. Так. По стульям и все еще пойдем. Ну, все уже не. Как вы видите, они сразу стали у нас в пульсу стабильным спросом. Ну, просто они дешевые. А ценовой диапазон сейчас, кстати, может так проводочку сделать? У идей наконец-то появилось, из чего выбрать, о чем посидеть. Сейчас он называется «Флинтан». Без подлокотников стоит 6, с подлокотниками стоит 7. Выбор по цвету. Либо антрацит такой серый, висло-серый, либо чисто черный. Так. Бок вот так? Да. Кстати, вот хорошая идея, кто хочет с подлокотниками, кто докупает. Что? Да. С подлокотниками хорошая идея. Ну да, кому надо с подлокотниками, кому надо без подлокотников. Это удобно. Прогиб. Потому что с подлокотниками, единственный минус, в компьютерный стол до конца он не залазит. Смотри, вот здесь сеточка, которая поддерживает поясницу, в принципе, это почти как у Маркуса, да? Да. Ну, такая, я бы сказала, бюджетная альтернатива Маркуса. У Маркуса все-таки высота, извини, я на нем сижу, у меня даже макушечки под него не видно. Вот. А так? Лифт здесь. А где фиксатор прогиба? Нету, наверное. То есть, он все время вот... Ну, вот он вот у тебя ходит. Он в таком ездульном состоянии, я так не люблю. То есть, получается, я вот чуть, и он уже уходит. Я так не люблю. Ну, опять же, он стоит пять, если без подлокотников, шесть без подлокотников. Так, про эти сказали. Да. Опять вернулись Орфьель, да? Надо уже, наверное, по всем рабочим стульям обзор писать. Перезаписывать. Икея открылась, теперь пиши, не перепиши, да? Орфьель, он был в ассортименте несколько лет, потом пропадал. Его очень многие тягали через Турцию, через Польшу. Через польскую Икею. Его, кстати, любят именно школьникам брать. Удобный? Хороший по сидушке. И вот, смотри, по спине он никакого прогиба нет. То есть, детей особо баловаться не будет. Единственное, что колесики не застопорить. То есть, нет именно самого стопора. Особенно первоклашки – это мрак. Бесконечное окружение. Вместо того, чтобы сидеть, уроки делать. То есть, это вот… Лай-лай-лай-ди-лай-лай. Ну, у нас так у Нади было, помнишь? Поэтому пересадили Надю в обычный стул АД. Кстати, ребята, цены начали расти. Стремянка бэковым – 1300. Стул АД стал стоить 750 рублей. Столик бэковым на колесах был 5, стал стоить 6. То есть, в общем, как мы и предполагали, будет рост цен. Пойдем теперь. Дошли мы, наконец, до Бримнеса. Народ разбежался. Ты будешь моими руками. Давай, я буду твоими руками. Предыстория. Дима в понедельник, на этой неделе, собирал три стола Бримнеса. Сказал, что больше на сборку этих столов не пойдет. Ну, пойду, но только за большую цену. За другие деньги. Давай, рассказывай, почему ты больше не хочешь, в принципе, собирать. Ну, собирать-то я соберу, но она идет с дефектами. С каким? У меня три стола, из них один был только качественный, остальные были с небольшими дефектами. Это вот этой части, я не знаю, или там вот это прижигается как-то, или что, она была содрана, вот эта часть прямо. Дима, это брак. Там видно, ну, она в глубине, в ящике была. А, то есть не верхняя кромка? Да, да. Вот она была вот тут вот. Я не знаю, может, так удачно сделать. Сломали, вот там вот тут было срезано. Было видно вот эту саму ДСП. Ну, по умой, такие косяки, это надо менять. Также была полоса, как будто ножом по черной части. А, были, кстати, еще черные ребята. То есть на них же вообще все косяки видны. Была. Полоса прорублена. Но, опять же, она с внутренней стороны. Странная. Да. По рыхлости, по сборке, по стягиванию. Вот ты до этого, где-то полгода назад собирал нам белый шкаф, и давно-давно ты собирал домой еще трехстворчатый брименс. То есть разница? Да там самая уже. Кажется самая? Ну, понимаете, качество похоже, что ли. Помягче, наверное. Братья-белорусы, наверное, и какую-то фабрику, наверное, подешевле нашли, которая собирает вот эту серию. То есть сама дискошная плита стала более мягкой? То есть тайна. Я собирал белые. На белых, может быть, она не так всегда заметны косяки, но на черных, это вот даже если ты рукой дотронулся, уже видно, что ты к этому предмету подходил. Поэтому имейте в виду, лучше брименс. У вас камер пишет? Да, ну, жать. А что, надежно? Пишет? Да. При белой сборке мебели брименс я ничего такого не замечал. Вот она черная, прям ярко выражена. И даже на шкафе вот это было, было замечено, как бы, что, ну, неаккуратно, опилки какие-то, вот, вот, при сборке, наверное, белорусская делали, видно от производства вот эти опилки ДСП. Ну, сложно протереть, что ли. Так, кстати, я хочу сейчас найти еще тумбочку брименс. И брименс же появилась тумбочка, черная и белая, стоит 2 500. И я хочу ее откопать. Если она... О, смотри, что еще появилось. Знакомый товарищ, да? Вернулся к нам обратно. Торкель стоил, он помнится... 3 500. 3 500, да. Да. Ой, какой жиденький после Маркуса. Ну, в общем, видите, в виду теперь за 4 000 есть вот такой мелкошок. Но он стал гораздо меньше. Если вот мне Дима камеру дал в руки и сам бы сел, оценил бы. А у нас коричневый, помнишь, был? А, гораздо массивнее, больше и шире. Вот этот, мне кажется, был нифига не 3 500, даже дешевле он был. Но кружится хорошо. Это достаточно. Ну, скажем так, долго бы я за ним не проработала. Но после Маркуса-то мне все с капризами, да? Да, да, да. Ну, в общем, за 4 000 есть стул, называется Торкель. Кстати, даже название сохраняется. Не, ну, если вы не проводите за компьютером столом больше времени, чем Татьяна, то смысл другое. Ну, конечно. И это подойдет. Если присесть пару раз. Если у вас жизнь за компьютером состоит, то лучше Маркуса. То да. Так, пойдем еще попробуем все-таки найти тумбочку Бринус, если нет, из этого отдела уходим. Умтексам стол. Мы вам показывали журнальные столики, а это, ребят, обеденный. Кстати, смотри. В журнале маленький стоит 13 000, обеденный 15 стоит, да? Все то же самое. Те же березовые ножки, тот же выпил. Размер 95 на 95. Вообще, в принципе, размер нестандартный для Икеи. Форма для Икеи вообще как бы не Икея. Ну, посмотрим, как будет по продаже и насколько востребован будет. Еще появился обеденный стол, называется Вэтбум. Размер, ребят, 160 на 95. Матовая такая отделка, плотненький. Сейчас буду смотреть, что у нас здесь. Столешница, пока Дима эти проводки делает. Столешница ДСП, ламинат, пластмасса, боковая обвязка и средняя обвязка, массив березы, березовый шпон, ножка, массив березы. Не раскладывается, кстати, неплохой по основанию. Здесь, Дим, ты сможешь куда-то сюда подлезть? Вовнутрь сможешь показать уголок крепежный? Видно. А? Видно. Видно? Стандартный металлический киевский угол. То есть все, в принципе, по стандарту. Цена тридцатка. Но, опять же, радует то, что появилась новая форма. И не круглая, и не овальня. Да? Дети нас и не разобьют. А? Дети нас и да, они побьют об уголок. Так, Фабьюн. Появилась сидушка, то есть помимо вот такого легкого кресла. Теперь еще появились стулья Фабьюн. Цена, кстати, как у легкого кресла. Также можно купить по отдельности. Сиденье стоит всего две тысячи, а каркас стула стоит три. Каркас теперь есть белый. Каркас есть коричневого цвета. Как его? Массив бука. Сядем, помотраем. Ну? Ой, скрипит. Слышно? Привет. В общем, по форме удобно, но скрипит, зараза. Ну, оставляй. Так, пойдем дальше. Фабьюнчики, если не на белых ножичках, а на коричневых, будут стоить на 500 рублей дешевле, о чем уже говорила. Вот серые какие-то симпатические будут. Кстати, мне кажется, там просто он неправильно собран. Вот голубой вообще нисколько не скрипит. Там может ламинат скрипит. Может ламинат скрипит. Хотя нет, там покрытие точно такое же. Серый стильно смотрится, да? Да, интересный, очень интересный. Самый выгодный вариант, мне кажется. Серый. Прикольно. Ну, вообще, как бы они же давно уже продаются. Продаются у разных производителей. Икея только сейчас допустила. По какой причине, непонятно. Фиг. Пойдем дальше выглядывать. Подушка оранжевая. Икея наконец-то начала думать о том, что люди покупают столы не только в магазине. Стулью не только в магазине Икея, но и в других магазинах. Наконец-то появились квадратные подушки. Не сильно дорого. 300 рублей. Подушка ВПР. 399 рублей. Мадын не наша. Россия. Хлопок и полиэстер. Непонятно пока, как будет по эксплуатационке. Будет скатываться. Нет. Здесь не пенополиуретал. Здесь вот такой подушечный наполнитель. Прошитый. Прошит, да. Много этих. Простерчик. Классно, что цвет. Понимаешь, в детские уже клиенты давно просят оранжевое. Прикольный такой этот. Все пупырски пока чувствуешь. Фабьюн барный. Сиденье также стоит 2000. Каркас стоит 400. 500. Ага. Ну вот не скрипит же. Значит, все-таки в сборке дело. Ииии. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ииии. И бряк. Или это меньше стало, да? Или стул. Да. Или стул слишком высокий стал. Так, ребят, по высоте. Каркас только пока коричневый представлен. Белого нет. Протестировано до 110 килограмм. Так, высота 64. То есть это мелкий получается барник. Хотя по высоте примерно как 74. Нет, все-таки разница есть, да? Да, вот повыше второе. Я не помню. Ну, в каком-то из городов, мне кажется, мы показывали уже этот стол. А, Нордвикин был барник другого цвета. Появился еще Нордвикин стол белый. По Нордвикину вообще в принципе нареканий нет. Это бук. Полностью массив. Еще массив сосны добавлен в обвязки. Эксплуатируется неплохо. Я в параллели уже глазом хошу куда-то в другую сторону. Еще какую-то новинку увидела. Эксплуатируется неплохо. Единственное, да, у Нордвикина ценник немаленький. Но, блин, эксплуатационные качества это дело оправдывает. Пойдем здесь вот еще в столик какой-то. У стола Вангста появился новый оттенок. Черно-коричневый. Это для тех, кто любит классические цвета. Классические цвета в интерьерах, более старшее поколение. Смотри, как рельеф, да, как будто вот прям кусок дерева лежит. Но на самом деле нет. Это обман. Металлическая обвязка. Это один из плюсов Вангста. Вот это более ярко выраженное дерево. Ну, это совершенно другое. Это не Вангста. Я понимаю, но... Ну, и стоит, извини. Так, здесь у нас ДСП меламиновая пленка. Ну, сразу. Ну, неплохо. Он, кстати, раздвижной. Практически похож. 120 до 180 раздвигается. Пойдем матрасы сравнивать. Сейчас же у Икеи убрали полностью средней жесткости. Появились теперь очень жесткие. Пойдем сравнивать. Ну, да. Давай начинай. А ты не снимал, что ли? Нет. Ребят, короче, у всех матрасов появился жесткий и очень жесткий. Вот я сейчас сижу на Ховаге жестком. То есть его можно теперь отнести уже к матрасу средней жесткости. Вообще по чесноку такое ощущение, что... Ну, хотя нет. У жестких Икея не меняла бы артикульные номера. Пойдем сравнивать разрезы. Так, это Ховаг жесткий и это Ховаг очень жесткий. Найди 7 отличий называется, да? Ну, что, да. Пружина нет. Количество продажин, ребята, не прописано. По ощущениям. Я же уже брякнулась. Так, этот кубик туда. По ощущениям. Ну, да. Кстати, кто вот страдали, что нужен матрас поплотнее, который будет больше держать, Ховаг жесткий. Все-таки ощущается эта жесткость. Мне кажется, даже видно, вот как я села, да, вот, что меньше проваливаюсь. Поэтому имейте в виду, теперь появилась альтернатива, но за большие деньги. Если раньше между жестким и средней жесткости разницы не было, теперь она и есть. Я не могу свое мнение сказать, как бы, да, вот прям полностью, потому что непонятно, как он себя покажет. Да, Дим? Ребят, вы нас там хоть комментами поддержите потом, ладно? А то что-то как-то мы отвыкли снимать обзоры в магазине. Новая постелька, но я бы ее не отнесла все-таки к детской. Сан-де-ли-ка. Лен. Слушайте, классно. С вышивкой. Тим, сможешь? Смотри. Вышивка. Здесь такие техниковые дергивые ниточки. На пододеяльнике такая же красота. Ну, в общем, это для тех, кто... Вот Дима не оценит, да? Нет. Ой, но мне вообще так классно спать. В общем, сан-де-ли-ка. Однушка стоит 4, двушка стоит 5. Ну, в принципе, друзья мои, золен – это адекватно. Где вы были в ночь с пятницы на субботу? Невлинген – софит настенный с зажимом. Зажима нет. Судя по всему, зажим должен быть вот здесь, да? Ну, зажим стеновой, скорее всего. Нет, это крепеж, это не зажим. Есть еще черный. Мы сейчас еще посмотрим в свете. Соответственно, светодиод несъемный. Ну, поменять вы его никогда не сможете. Но обычно хватает надолго, да? Помнишь, Надя покупали настольную лампу, она в первый класс пошла, а ребенок уже идет в шестой, и все еще работает. Вкол-выкол есть. Книжку читать можно. Ну, да. Кстати, и сосед не будет против. Не будет слепить свет. Ну, такой это, щадящий. Ну что, а льгот нас покинула практически бесповоротно, и ему на замену пришел Боаксель. Очень мне что-то он напоминает. По-моему, вот точно такая же система есть в Аристо. Вот именно вот с такими вот штучками, да? Да. И у Лерошки. Кто-то у вас содрал. Кто-то у кого, да. Очень тоненький. Вот так поднимаются полки, то есть я считаю, что это минимальный эффект. О-о-о-о. Если на льгот можно было навесить, хер его тучу. Здесь, ребят, нет. Вот даже сам потрогать, поскольку у нас техники лежит на балконе на льготе. Не, ну полканала по себе, это, крепкая, вот консоль. Консоль же. Уже. Так, давай пацаны. Раззывает вопросы. И направляющий, кстати, где что тут вообще. Смотри, какая она стоит. Она узенькая. Так, настенная шина стала стоить 400 рублей. Ольгот, по-моему, также стоил. Консоли 90, 40 сантиметров. У ольготы было 38. Сетчатая корзина, охренеть, 700 рублей какие дорогие. Штанга 130, крепежная планка 100. Полка для обуви 450 металлический, просто лист без выступа. Ну, короче, дороже, друзья. Ну, качество хуже, да? Посмотрим, конечно, как будет эксплуатироваться. Но я не считаю это альтернативной заменой. Похожа по функционалам. Но пожиже. Пойдем, вот ольгот сравним. Еще старый висит или нет? А, это же все, это баксы или же. Брючница. Икеюшка. Что-то как там? У печали, да? А, короче, это у нас. Ну, смотри, вот есть в цвет уже, кстати. Посмотри. Не штанги, две штанги. Одну полку сверху. Ну, у ольготы были черные, белые и в дырочку. Здесь. А, кстати, вот смотри. Вот консоль, где? Где? Вот. Помотайте еще раз, пожалуйста, Татьяна Павловна. Ну, что это за консоль такая, да? Корзина, кстати, точно такой же, плетельника комплиментов. Чем хорошо было у Вальгольта, она закрывалась пластиковой планочкой. Вот тут посередине. И давала ровную поверхность. Вот тут. Вот смотри, бай что. Она ничем не исчеленная. Если, допустим, снизу поддашь, она вылетит. У Вальгольта такого не было. Вот она уже. Так, сейчас я выйду из кадра. Кто уже купил и повесил? Расскажите, как вам. Просто у нас в доме ольгот. И я понимаю, что нам... Ну, не могут тебе передать там ощущение, как с теми людьми, у кого есть ольгот. Нет, я интересуюсь, может быть, кто-то есть, у кого сделает ольгот, и бы аксель. Кстати, есть еще вот такая решетчатая полка? В 60-ом, допустим. Так, ну, у нас мы сами как ольгот, ну, я скажу, небо и земля разница. Лучше бы я переплатил тысячу, ну, полторы тысячи, да? За эту. Так он дороже. Грубо говоря, за эту, да? Композицию. Ну, я знаю, она будет намного крепче. Вот так. В общем, где-то. Не оно. А мы бренды с подъемным механизмом не показали. Ну, как раз там покажем, да? Так, ребят, детский отдел постели. Красиос, разных фактур, ну, и разные, соответственно, цена. Вот такой вот. Давай лучшую картинку покажу, чтобы они... Так понятней. 999 рублей. Плотность нитек, к сожалению, не пишут, зараза. Только на сайте можно посмотреть. А, нет, 125 ниток. Здесь у нас... А вот здесь не написано, сейчас на этом посмотрю. Вроде, мне кажется, это показывали уже. Здесь 152 нитки. Появился вот такой тоненький Красиос, поэтому, когда сравниваете, да, здесь есть еще Красиос лиоцилл, мы его уже показывали. Я к чему решила это показать? Потому что в одном и том же названии совершенно разная плотность, разные качества нити, может быть. Поэтому обращайте на это внимание, чтобы потом не было печали после покупки. Детские покрывала. Таоланде. 120 на 220. В принципе, детскую кровать вполне хватит. Застелите одну с полку, кстати, хватит застелить, да? Возможно. Невозможно, а точно, потому что одна с полкой 90. С одной стороны вот такая точечка, с другой стороны вот такой пичворк с облаками. А здесь, значит, у нас прям пичворк бабочка. И вот такие вот цветочки. И то, и то стоит 1300. Ценник, я считаю, адекватный. Этим я довольна. Смотрите, какую нежнятину откопали. Реранды. Появился новый оттенок фламинги. 699 рублей. Это грудничковая. И пойдем покажем их еще несколько цветов теперь есть. Вот такой реранды из леоцелов, цветочек. Ой, ну леоцел это вообще бомба сейчас спать на него летом, да, Дим? Да. Да, Дима доволен. Вот такие машинки. И вот эти фламинги, что мы вам показывали. Появилась еще детская новая простынка. Но не могу найти никаких опознавалок. По ощущениям это леоцел. Сейчас, ребята, штук. Найду ракозю. Не найду ни ракозю. Нету просто не отдельный шиш. В общем, Икея, повесьте, пожалуйста. А, это, подожди, это, наверное, к постели относится. Да. В общем, за полторы тысячи, ребята, это трешка. Вот такая вот простынка прикольная. И пододеяльник с наволочкой. Контейнеры глис. Я вам рассказывала с экрана. Появилось три новых оттенка. Кстати, старые еще в Икеи. По крайней мере, в нижнем вот они есть. Это старая линейка. Это новая. Что не может не радовать, что появились просто прозрачные. То есть, так как эти контейнеры берут не только школьники, не только дети. Их покупают и взрослые. А прозрачные, соответственно, впишите в любое интерьер. Комплект также стоит 149 рублей. И появилось еще разнообразие по цветам. Получается, раз. А, вот желтый и два оттенка голубого. И два оттенка розового и такой вот чуть сглубизной. Вот. Ничего, ребят, по качеству не изменилось. Те же ножки, те же выступы, только сама плотность поменялась. Но при этом такие они все-таки добротные, плотненькие. Мы эксплуатируем уже много лет. Довольно вообще нареканий нет. В общем, детская серия для песка. Ребят, вот она идеальная. По крайней мере, для меня, как для мамы. Очень плотный пластик. Вот такая лопата 199 рублей. Мы, кстати, такой лопатой зимой ходим в садик. По крайней мере, ходили. Два цвета. Синяя и зеленая. Вся линейка называется Sandic. На некоторые позиции есть скидки. Вот такой набор из двух форм. Сейчас стоит 300 рублей вместо 400. В прошлом году у нас Дима с Аленой развлекались. Да, Дима? Да. Башни строили. Вот такой вот набор. Кстати, смотри, как классно стало, да? В сеточке такой прикольный. Набор для песочницы стоит 229 рублей. Сейчас тоже по акции. В него входят грабли, лопата, сито и ведро. Смотрите, какой классный пластик. Поэтому прям рекомендую от души. Особенно, когда по акциям берите, не жопничайте. Это гораздо лучше, чем продается в детском мире, в Ашане. Мне очень нравится серия. Значит, набор вот таких формочек. Здесь почему-то его нет, только выставочник. Стоит 149 вместо 200. Целый морской мир. Они большие, с хорошими выступами. Потом вот такой наборчик тоже 149 для выпечки. Вот он. Здесь у нас получаются такие вот формочки для кексиков и для торта. Плюс лопаточки две штучки. То есть пять предметов. И вот этот у нас Алена просто обожает. Это делать мороженое. Тоже стоит 149 рублей всего. Порадуйте деток. Четыре формочки, четыре рожка и лопаточка. Все это, соответственно, вот в таком виде. Очень удобно в эту ведерко обратно складывается. Место занимает минимум. Кстати, надо ленке такой прихватить новый. Пойдем дальше. Когда муж идет смотреть ножики, хотя знает, что там новинок нет. А я нахожу новинку. Смотрите. Овермет. Помните, есть такие маленькие штучки? Ты еще смеялся над ними, да, Дим? Знаете, на огуречек, на все. А это вот на форму и на круглую большую миску. То есть такая вот силиконовая крыженция. Липкая зараза. Так. Нельзя использовать в духовке. Нельзя использовать в СВЧ. То есть это только закрыть готовую приготовленную еду. Пусть ровно прикольно. Мне кажется, наша Леха просто бы задергала ее дыркой. Поговоряла. Масленка. Green Sob. Стекло. 349 рублей. Полностью, ребят, прозрачная. Кстати, про эту Икею уже давно подписчики просили, чтобы наконец нам что-то подобное выпустили. Единственное, понимаете сами, стеклешка. Лобушком об полушку не стукаем. Ребят, эту сумку мы вам показывали на экране в период, когда было все закрыто. 599 рублей. Почему сейчас остановилась возле нее? Хочу, чтобы вы поняли объем. То есть она на самом деле небольшая. Но, допустим, да, чтобы у вас было понимание, вот таких два контейнера и, например, детский ланчбокс. И даже, я думаю, не один в нее уместится. У нас подобное есть. Мы покупали в одной из этих, ой, даже сейчас не помню, короче, где мы покупали. Побольше. Очень удобно было ездить, когда я стройнела и нужно было прям вот строго, да, я еще тогда не умела кушать, все это готовила, брала из дома, не могла найти там те продукты, из которых точно поп не растет. Поэтому меня это спасало. Быховит в малиновом таком светло-красном цвете. Честно, я не помню, показывали мы вам его или нет. Извиняйте. Если что-то уже показывали в предыдущих обзорах, обняйтесь, простите, дадим. Контейнеры прута подорожали, стали стоить 349 рублей, на 50 рублей подорожали. У Самарлиф появился еще один оттенок скатерти вот с такими листьями Монстера. Самая дорогая, наверное, да, из икеевской линейки 1499. Просто хлопок. Без каких-либо там пропиток и прочего. Ну, посмотрим, распродажа летняя будет. Как, Дим, ты говоришь, рассудит, да? Угу. Новые занавесочки. Морторн. 1799 хлопок. И 80% хлопка, 20% вискоза. Как тебе такой матрас? Ну, тонкий, прям вот. Я тоже не знаю куда ее. Танковатый для занавесок. Угу. Дим, аккуратно. Дим, убьешься. Пойдем дальше. У Норхильда появился новый оттенок. Зеленый мы вам показывали, появился желтый. Ребят, Норхильд обязательно нужно стирать. Он очень жесткий. И, кстати, имейте ввиду плетение у Норхильда не сильно плотное. Дим, плетение не сильно плотное. Угу. Бракодьер. Ужал дырку сделаю. Заправила. Вы меня не видели. Ой. Давай все три покажем. Я так люблю эти пледы. Мялото. Даже название такое мило. Классные, да? Дим, сейчас ляжешь здесь, будь спать у них. Так, пойдем, здесь еще есть новые плечи, не выключай камеру. Очень мне напоминает, в моем советском детстве такие просто не были у бабушки. Ничего не напоминает, Дим? Да, по рисунку похоже. По рисунку прям похоже, да? Да. Ребят, 1200, 1300, 130 на 170. Может, на чувствах. Да, на чувствах, да, Филипп. 56% льна, 44% хлопка. На чувство верующих давить. Вот, точно такой же еще. Вот это прям вообще один в один. Структуру покажи. Не, ну это более тоненькие. У нас настоящие были. И не времена так, конечно. В общем, вот такая тряпочка, ты что, 300? Кто тряпочку купил, расскажите. Блэкаут полный. Шторм называется Блоберстонт. Господи, язык сломаешь. Полиэстер. Полный блэкаут. Ну, кстати, мы говорили уже, да, такой османская такая зелень. Такой благородной, желтизной. Ну, здесь они с обратной стороны вполне приличного оттенка. Стандартные, ребята, размеры киевские. Не убавить, не прибавить. Так, пойдем, я еще новые занавесочки видела. Мы долго спорили и решили вот так покопаться во всех шторах. Потому что какие-то развешаны боком, какие-то ухом. Значит, Линкбьорк 130 на 2,70. Одним полотном. Вот такая вот активность. Следующий. Ревлумер появились новые цвета. Желтый, розовый, фиолетовый, белый. Обычный ревлумер, ничего нового. Ирмали. Вообще новая шторка. Смотрите, точечка. Снежок. Снежок. Летом прилетел снежок. Так, снимали. Это не снимали. Брандвэва. Хлопок и пенька. А мне кажется, было такое? Нет, с пенькой не было точно. Я бы запомнила. 4 тысячи пенька стоит. Иначе такое пенька. Может быть, с новолочкой потом что-то похоже было. Может быть. Дальше. Одерсфлип. Ребят, про них ничего не говорю, потому что они явно, да, они blackout, то есть средней плотности шторы. Их, в принципе, так и видно. На половиночку. А, да, я к вам жопкой, да? Опа. Вот такая вот ребристость. Кстати, у кого с неврисками не совсем порядок, вот такие рисунки противопоказаны. Они, кажется, как будто бегают. Помнишь, была клиентка ковер? Ее такого рисунка выбесило. Ты много-много лет назад она его в итоге вернула. Смотрите, какой красивый. Ребят, blackout полный. Не вижу ничего. Калиборг. Бирюза 145 на 3. 2999. Ну, наконец-то, хоть все это начали угадать. Ну, прикольный, да? Именно по цветовой гамме. А то красный, да и не красный у них. Красный, не красный. Зеленый, не зеленый. Так, здесь, Дмитрий Юрьевич, все. Пойдемте вас мучить дальше. Пойдем. Ребята, еще смотрите, классные новые шторы. Кстати, адекватный ценник, я считаю, 2 500. Хлопок и 15% льна. Льна дает такую грубоватость. Называется фленерт. Естественные листья. Вот за счет того, что здесь добавлена льняная нитка и появляется грубость на фактуре, нанесение цветков кажется как будто объемными. Да, Дим? Возможно. Дима устал. Уже мы какой час снимаем третий? Ох. Ну, я держусь. Держись, Дима, держись. Новые, классные занавески, но мы вам их не покажем. Знаете, почему? Потому что вот они как висят. И что мы здесь можем увидеть, я не знаю. Че-то так. Че-то так. А блэкаут, это уже по ощущениям и вот по тому, как отражается рука. Очень активные, яркие. Не знаю, конечно, куда такое вешать. Вот как это выглядит. Ну, прям вырвет бешеный глаз, да, Дим? Ну, если кому-то в интерьер подходит, welcome, 3000 рублей. То есть они чуть-чуть подороже, чем у меня было. Микрофончик, пожалуйста, не пробуйте. А, микрофончик еще на месте. Так, Икеюшка нам нашила маленьких сумочек, но это, конечно, не та плотная ткань, которой были сумки по 129 рублей, черно-белые и черно-красные. Ткань пожиже. 199 рублей, черно-белые, вот такая вот синяя. А, нет, стопе. Эти у нас по 129. А вот это вот, а вот это 199. Хотя размер, по-моему, одинаковый, да? Да, размер одинаковый, плотность тоже. Ну, за счет, наверное, цвета. Возвертаем обратно. Это некоторые вещи, которые мы вам показывали на экране. У ревлумер появился новый цвет. Ой, ринг-блума. Рулонки, классика, Икея. 1300 сейчас стоит размер 80 на 160. Соответственно, размеры, а пока только 80 на 160 и есть. Ну, единственное, что мне, например, Дима, непонятно. Вот это я сделаю, окей. Мне выше надо, получается, мне нужно на что-то залазить. Потому что, как бы я не целилась, я ее не прицелила. Так, больше ничего нового здесь не вижу. Теперь окончательно уходим. Смотрите, что я вам нашла. Линейка Самар 2020. Ковер безворсовый. 80 на 150. Джут. Обвязан шерстью. Мне кажется, адекватно за джут, да, Дим? Иногда. Иногда Икея дает такие вот. Даже вот там шерсти навышивали. Семен, вы трясите, пожалуйста. Ребята, у простыней Ульвида появился новый оттенок. Он назван темно-розовый. По факту, он, конечно, ближе к бордо. Потому что вот, да, Двалы, например, розовые. Оттенки, ну, как бы, не темно-розовые. Но Ульвида эксплуатируется хорошо. Здесь лиоцельная нитка. Но не целиком лиоцельные. Крепость дает хорошую плотность. Так. Эти простыни. Конопрака, по-моему, показывали через экран, пока было закрыто все. Пойдем, посмотрим. Просто хлопок. Вполне альтернатива Двалы. Ну, когда вам надоело, например, однотонные, да? Ценник такой же, как у Двалы. Плотность точно такая же. И у Едмалова появился тоже новый оттенок. Сейчас мы среди этих кеток откопаем. Вот смотрите. Это бледно-розовый. Ну, обычный розовый. Это темно-розовый. Ну, эти уже были. Темно-розовый. Вы смотрите этих комплектов, кстати, более выигрышно. И заказывают почему-то 90% теперь эту линейку либо серую, либо вот такой цвет. Бледно-розовый вообще из заказов практически ушел. Это Икея. Если они нас все-таки еще смотрят, для статистики. Пока Дмитрий Юрьевич готовится, Татьяна Павловна... Крушито ломает. Крушито ломает. Значит, флук-бу, блин, ну, тем, кто собирал руки оторвать, все шатается. Ну, может, посетители немножечко заруют. А может, посетители. Значит, смотрите. Появились новые торшеры. Цвет золота. Основание армированный пластик. А, латун. Возвращаемся. Привет, Лизма. Привет, Лизма. И стекло один. Вообще привет, Лизма, да? Так, 3000 без ответвления и 4000 с ответвлением. Имейте в виду, у ответвления вот этот стакан, он здесь зафиксирован, гуляет только вот эта часть. И вот так. Но есть риск развернуть к фигам. Греется. То ли здесь лампочка неподходящей мощности, но греется очень сильно. А что будет-то? А? А что металл это будет? Ну, не знаю, мне неприятно. Я не люблю, когда нагреты. А, кстати, кнопка в кле вот где прячется. Интересно. Кстати, для чтения более удобно, чем будет. Чем нут? Да. Но он дороже. Так, сейчас я вам высмотрю. А, идем. Идем, 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 идем. Не в линге, которые тебе понравились. На стену. Да, но здесь ничего не фиксируется, здесь просто это. А там кнопочка надо нажать, нет? Там не перекручивается? Нет, ни кнопочек, ничего нет. Вот так. 1700 стоит. Все здесь прорезиненные, светодиодики черные и беленькие. Мне кажется, вот сейчас мужики, кто смотрит, господи, как же ты за ней ходишь-то? Хожу уже 10 лет. Лаутерс. Светильник напольный 4000. Кстати, вообще стильно смотрите, да? Дим, прям штативы готовы. Не получится штативить. Здесь у нас тканевый абажур. Абажур, кстати, на липучке. Нам, Дим, постоянно задают вопрос, почему мы не снимаем потолочное освещение в Икее. Я уже отвечала многим. Смотри, кстати, вообще прикольно сделано, да? То есть все по уму. Секундочку. Вот эти хвостики. Вот так фиксируются. Почему мы не можем, ребят, снять потолочное? Потому что оно наверху, и залезть вовнутрь что-то мы вам можем показать только вот, да? Да. Сложноватенько. Ну, мы попробуем как-нибудь это сделать. Эксперимент. Так, в отделе света вроде нового ничего нет, но если только сейчас что-нибудь еще вам накопаю. Подсвечный абажур называется Мирхульт. Кстати, были похожие, я не помню уже название, за все годы могу запамятовать. 33 см стоит 600 рублей, 42 см стоит 799 рублей, есть еще маленький. Популярными не были очень, да, Дим? Да. Дальше. Рингстон. 999 рублей абажур. В принципе, то же самое. То же самое, что вот у того мы смотрели. А шнур-подвес. У меня больше лобочки устраивает, чем что-то. Смотри, тканями такой. Вообще цвет вот эта хурма какой-то, как-то еще, не хурма. Горчица. Горчица, да. Майдя на него. Даже многие экстамбурные блогеры ведут ленту в цвете горчицы. Чао. А ты где такое прочитала? Я на обучающих курсах. Больше там не читаю. Короче, девчонки, мужикам это нафиг не надо. Детские плечики баги стали дороже, появились новые цвета, надеюсь, рублей не подорожали, но большое и жирное, как я люблю. Они стали мягче. Если старые плечики, я вот так согнусь. Ну можно, но не так. Легко, как эти. Ну не так, прям всю пачку полуполовину практически можно согнуть. Так, не отключая камеру, в отделе хранения появились новые рожки для опы. Аж железные. Аж в двух цветах. Аж в двух цветах. Я же говорю горчицы. Везде. 250 рублей. Скоро у нас все будет в горчице. О-М-Э-Н-С-Кат. А это опять та же линейка, которая столы. Но, кстати, я не любила докататься. А ты ее не загнешь? Как ты у меня, папенька-то, смог загнуть железный рожок для обуви? Ну, это ее плотненький пока. Пока довинка. Ну, короче, пока плотненький. Как ни пытались, ни ж могли. Кстати, смотри, как изменился иварный интерьер. Стало, по крайней мере, понимание, да? И нам покажем? Потому что мы же показываем только товары, а есть вот такие моменты, которые именно в ассортиментном новинке. То есть, фактически, это не новинка, это все, ребят, ивар. Но вы можете сразу... Более компактно сделаем. Более компактно. И сразу понятно, да? Глубины, высоты. Какие есть еще дополнительно. Полки у ивара изменились, крепежи, имейте это в виду. Ну, вообще, кстати, ивар тоже потихоньку стал подкачивать. Но, тем не менее, остается еще востребованным товарищем. Видели многие. Ну, это уже новинка прошлого года. Дополнительно проволочные полки. Что там, где надо вообще по ивару, наверное, обновить уже пора обзор, да? И еще можно делать вот так. Наверное. Нет, нельзя, магниты нет. Тарелочки Гластик появились в новом черном цвете. Также 49 рублей. Ну, более стильно смотрится. Как пепельницу можно использовать. Дайдем. Ну, если она не закаленно, наверное, лопнет, или что-то, я не то говорю. Ну-ка, как бывший секундчик. Если не закаленное стекло, есть риск. Но, в принципе, она выдерживает свечку, она выдерживает нагрев температуры, и она рассчитана на то, что будет каптеваться. Поэтому вполне можно использовать как пепельницу. Не ароматические, как я люблю. Смотрите, какие классные. Значит, фрам бинера. Их поджигать, это жалко. Да, вчера с клиенткой разговаривали, но ой, что-то дорого. Смотри, какая она здоровая, аж на 3 этих. Это в лес можно уходить. Здесь еще и, да. А потом вентилера. Прямо какая-то полежка, да, такое? И сам птика. Знаю, девочка из Москвы делает очень красивые такие свечи с желтого такого, тоже горчичного цвета. Вот такие новые керамические подсвечнички. Всего 99 рублей. Вот как это будет выглядеть. Шиш, короче, затолкаешь. Ну, я даже не хочу ничего не оставлять. Просто вот так поставить и все, да? Да. Sven Geek. Вот так думаешь, сколько стоит? Рубль 300. 250? Стекляшечка. Железная проволочка. Есть? Может, может, еще берем. Я бы где-то у двери, наверное, было в частном доме вот этого. И туда свечечку. Да, она очень красиво посмотрела. Какие у вас фантазии, Юрьевич? Так, это все мы уже снимали. Это можно как пресс использовать для капула. Кстати, ребята, опять бизнес на бетоне. Бизнес на бетоне, да. Делайте форму, рисуйте и продаете задорого. Главное найти клиентскую базу. Слушай, порассуждать хочу. Общаюсь в Инстаграм с одной барышней, Марин, с Красноярска, у которой голос такой интересный. Она мне говорит, а вам что-нибудь по бартеру в YouTube предлагают? Я говорю, нет, ни разу не предлагали. Странный выбор. У меня подписчиков гораздо меньше, даже в Инстаграме гораздо меньше, чем у нас, у вас, дорогих на канале. А я все время на халяву всякие процедуры делаю. Мне вот интересно, а почему она мне что-нибудь не предлагает? Я бы взял бы, окей, на обзор, на растерзание какой-нибудь предмет. На краш-тест, на живучесть, на царапучесть или так далее. В принципе, это очень интересно было бы. Ну, мне кажется, это было бы... Ну, за свои деньги, извините. Ну, это как бы, да, насколько бы, ребят, мы вас не любили, но, тем не менее, это все-таки вкладывание, вкладывание не маленькое, обратно потом это не хуже. Кстати, люди предлагали, подписчики, да. А сборку мебелев делать видео? Ой, лимонная. 329 рублей. Тоже на три стержня. Так, в Интерфест, кстати, зимние свечки у нас еще в нижней вот такие есть, с имбирем, кто страдал по ним. Вот такие вот свечки в Интерфест. Блин, меня кто-то спрашивал про них. Появились тоже у нас еще. Это лаванда и лимон. И пойдемте, 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 Дим, 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 Дим. Смотри. Банам! 699 рублей. Такая вот связочка. Прикольная, да? А свечку как? Никак, просто. Это просто украшение. Понял. Бибик один. 700 рублей. О, тебе банан, мне бибик. Ну давай. Мне большая бибик. Ну, кстати, большая. На сайте она смотрится гораздо меньше. И плюс там размеры не совсем корректно указаны. Мы с клиенткой вчера вымеряли. Она говорит, что-то маленькая за эти деньги. Нифига. Очень большая. Так, смотри. Ой, какие новые штучки появились. Зверушка черный, 799 рублей. Обезьяна с бананом. На обезьяне едет банан, а обезьяна едет на лаве. Хер знает. 800 рублей. 800 рублей. Я бы взял. Собачка, 2 рубля. Очень интересненькая. А, вот еще декоративный флорариум. Ребят, я этого не понимаю. За пластик 500 рублей. Тихо, тихо. Сейчас, фокус, фокус. Приди-ка, да. В этом году, пожалуйста, не тряси. Никогда. Все. Вот такие вот украшальки появились. Ну, кстати, интересные штучки. Мимо такой не пройдешь, да? Я подожду, когда будет по скидке. Так, в принципе, я буду на рабочий стол построить. Очень интересно. А это я. Ну, да. Или наоборот, это я, а это ты. Нет, ты это, ушастая. Я бы чего не думала. И те руки как раз так же вот. И на голове банан. Я похож, Тихо? Я похож? Все. Все в черный цвет покрасить. Пойдем. Появились новые вазы. Ок-тем-сам. 699 рублей. Высота 18 сантиметров. Ну, это все-таки такой вот... Ну, фига, это же не классик. Ой, сейчас меня опять запинают. Зафиги. Фу, фига. В онлайн-гет появился новый цвет. Были в других цветах. И вот смотри, какие еще интересные появились. Но это не ваза, это кашпо. Но отнесли почему-то в вазу. Град-виз 12 сантиметров. Кстати, под низкий букет можно и как в вазу, да? Как вы считаете? Хороша, кстати, фейку училась в ней. Фейка села на варенье, вот и все стихотворение. А прикольно, да? Фейка. Другому даже зеркала. Так, что у нас осталось? Осталось зеркало у нас осталось. Да, сейчас зеркала покажем в картинах, еще посмотрим. А вот еще прозрачный тут. Вот еще новая. Омптик сам. Это вся линейка, вот эта серая, красивая, новая. 999 рублей. 99 рублей. Ребят, возьмите лучше фикс в 2-129. Это еще порнография по чесноку. Ну, совсем не быстро. Не трясите, я даже не успеваю фокусироваться. Главное, что-то очень тоненькое. Здесь картон, она очень быстро поломается. Не знаю, не стоит этих денег. Фикс в 2-129 рублей. Не, ну как она поломается, если она будет на стене висеть? Она же не будет хлеба требоваться. Хорошо, вот смотри. Вот фикс в 130 рублей, вот ювелвард. Разница в 30 рублей. А может, у нас не тоненькие розочки? Может быть, я не спорю. Молчу, молчу. Так, фикс бы появился новый цвет. Кстати, интересные оттенки. Да. Светло-розовый. И такой вот голубой. Такие пастельные. Ценники точно такие, как оба. Обычно у икеевских рамочек. Пастер Бильд 200 рублей. Пастер Бильд 349 рублей здесь. Дашь тут море, Дим? Это знак. Это знак. Сейчас едем. Нет, в июле. Жаль. Ой, вот смотри, какие прикольные. Тоже три штуки. Это у нас, примерно, творится дома, пока мамы нету. Так издеваются над папой, да? Иногда, да. Семейство. И вот. О, точно наша картинка. Вот такой постер. Кстати, красивый, сочный, да, такой? И вот еще. Такой большой. А, Б, Ц, Д, Е. Алфавит. Кому нужны из клеевой бумаги облака за 500 рублей? Обращайтесь, Икея вам наштамповала. Блин, ну, это зверство, да, Дим? Вот такой цветок сейчас можно, кстати, за 300 рублей купить. Я лучше его куплю. Потому что вот это не является чем-то. Вау-вау. Так, а картины на дереве появились «Олень». Набор из двух штук. Автор Джоан Тейлор. Уже не говорю про советские мультики. Шуток наших не понимают. И вот такой на холсте вышитый «Орел». Золотая птица. 1499. Новые наклейки. Ой, наклейки постера и эти открытки. Вот такой набор из трех цветов за 200 рублей. Вот такой набор из восьми аж открыток. Все в нюдовых оттенках. За 149 рублей. И вот такой набор. Чуть такой. Открытка 26 штук. 26 штук, 999 рублей. То есть весь алфавит в виде изображения из цветов, фруктов и овощей. О, как. Так, дальше едем. Иди сюда. Перфорированная доска с буквами. Икея. Кстати, можно назваться Икея. Посредники, кому группа выучит. Назовитесь Икея. Да. Все еще. Дальше. Очень много вопросов по поводу вот этой доски для записи. Она, кстати, стоила 199 рублей. Сейчас она подорожала. Ребята, она вставляется в рамку. Это бумага с маловым эффектом. Имейте это, пожалуйста, в виду. Так, это уже не шиша, не новинки. А как пишет фломастер, показать мы не можем. Все запечатано. Пойдем в зеркало. Кстати, вот эти открытки. Они это, привязанные. Дим. Вот, который сейчас по 149 рублей показывал. Нет доверия нашему брату. Прочепурли. Картина из линейки Пьерит. Кстати, хорошо натянута на холст. 1299. Ну, вполне так миленько, да? Розовый по девчачьему. Набор из двух штук 999 рублей. Брат, хэппи. Убей, не помню, снимали или нет. Кстати, вот когда вот это снимали, не было цены. 2200 солнечная система. Ну, в детскую классно, да? Линдбьюрн. 3999, 160 на 120. В черной металлической раме. Кстати, давно такие зеркала Икеи просились, да? Именно вот стиль такой, чтобы был. Без вот этих вот всех венделей. И точно такое же, только круглое. Диаметром 110 сантиметров стоит 6. Кстати, икеевские зеркала девочки уменьшают на один размер. Поэтому, глядя в зеркало, вы видите, что вы красот. Камера прибавляет один размер. Зеркало. Убавляет. Давайте посмотрим. Ну, из-за зеркало, она подзеркала. Да, должно быть здесь поменьше, чем в камере. Ну, да, есть что-то. Линдбюрн. Есть еще такой прямоугольный все-таки, скажу, формы. Хотя края закругленные. 2999, 40 на 130. Так, это не новинка, это не новинка, это не новинка, это не новинка. О, иди сюда. Лихолин. А где второе? А, ну, аккуратно все-таки зеркало, ничем не обработанное, я таких вообще боюсь, особенно когда дома дети. И Лисабюрн еще вот такое зеркальце появилось. Виндфлект, желтая медь. 12 сантиметров, нужно смотреть, если маленькие. Алюминий, акриловое покрытие, блин. 500 рублей. Недороговато. Чуть-чуть, чуть-чуть и дороговато, да? Потому что вот диеты из стали. 179 рублей стоит. Тоже покрыто желтым. Так, вот еще появились новые кашпо. Их просили, спрашивали. Пластик, очень легкий. Ну, кстати, вполне стильно смотрится. Ференлинк. Они есть разных размеров, от больших до маленьких. И, кстати, можно их совершенно спокойно брать, как подставку под столовые приборы еще. Дайдем. Фокус животворящий. Так, иди сюда. Бергамот. 599 рублей. И вот смотри, прикольно. Сразу на подставочке. Дырочек нет. Кашпо на опоре. Для дома улицы. 499 рублей. Диаметр 15 сантиметров. В маленьких не видела, ребят. Поэтому смотрите на сайте. Есть и другие размеры. Так, сейчас мы еще глянем в пару мест. Все. Традиционно заканчиваем. Да, всегда обзор новинки традиционно заканчиваем в цветах. Друзья, мы были безумно рады показать вам то, что появилось в магазине за тот период, пока было все закрыто. Очень надеюсь, что не будет второй волны. Надеемся на это. Но про иммунитет не забываем. То, что мы были вот так сегодня в полу впущенных масках, ребят, ну честно, они не спасут. Вот просто поверьте. Поэтому эту политику, полемику сразу, говорю, не обсуждаем. А кто будет писать, будем удалять. Будем будет просто удалять и блочить. Потом не сможете ни вопрос задать, ни написать. Вот. Поэтому каждый давайте присвоем. Думаем головой в первую очередь. Она до этого и для нас. Мы вас очень любим. Ждите в ближайшее время. Будут сняты обзоры по новым диванам, по креслу Ликс Келли. Сравним мы кровать Бримена с Мальмом. Дадим? Это прямо вот ближайшие планы. Пишите, что бы вы хотели увидеть. Потому что скоро, возможно, мы на пару недель срулим в отпуск. И проведем прямой эфир из отпуска. Да, из отпуска будет прямой эфир. Но об этом мы расскажем отдельно. Тьфу!